Волной общественного сочувствия и потрясения истории умершего от рук родителей ребёнка воспользовались в своих целях многие фонды и организации, чьё финансирование напрямую зависит от поддержки Сейма и популярности в Фейсбуке. Куда ни кинь, кругом воззвание поставить подпись под запретом физического насилия в семье. И все подписываются, кто же не хочет заступиться за чужих детей. Литовские общественные деятели, более 32 тысяч человек из 68 организаций подписали обращение к членам Сейма под лозунгом «За безопасное детство для каждого ребёнка». Общая цель – выразить свою поддержку закону, запрещающему в стране любые формы притеснения, включая и физические наказания. Общественницы верят, что собранные ими подписи как-то особенно подействуют на членов Сейма, если уж сам спикер взялся их передать. При этом вникнуть в предложения законотворцев, уже представленные накануне, защитники детей и не пытаются. Считают, что любые меры лучше прежнего невнимания. Давайте не разочаровывать наших людей. Они хотят растить детей в качественных условиях. Может, не всем известно, как воспитывать детей, но в этом Сейм может помочь, указав, какое поведение недопустимо и какое правильно. Тогда мы все сможем учиться друг у друга, изменить в собственном сознании подход к физическим мерам воздействия. Между тем, деятельное вмешательство в дела семьи в парламенте планируют начать с неких мобильных оперативных групп, которые по западным опросникам определят степень угрозы для ребенка в баллах и этим пресекут насилие. В одном общественнике правы. Мы все в начале лабиринта, чьи коридоры не спрямить одним законом. Тем более, внимание неравнодушных жителей к проекту необходимо. Наталья Гавришова, Витянин Строгинис, Первый Балтийский канал.